Наделенные эстетикой защитные атакующие. Тэли спортсмены демонстрируют в поединке с незримым соперником. Эти приемы основа тэквондо ЭТФ. Изучать их и корейское боевое искусство в целом Егор Щербаков из Артема вместе с братом начали 11 лет назад. Успехи, которых достиг за это время спортсмен, впечатляют. В этом виде спорта я добился уже многого. Я раза три ездил на чемпионат России, занимал первые места. Сейчас имею кандидат мастера спорта, сейчас собираюсь брать мастера спорта. Тэквондо для меня это не просто вид спорта, я просто как жизнь уже. Всю жизнь занимаюсь постоянно. Я на тренировку не прогуливал, честно говоря. Несмотря на тонкий стан, женская половина, познающая мастерство боевого искусства, не спешит уступать мужской. Работа над воспитанием крепкого волевого стержня для каждого спортсмена – один из главных факторов, помогающих прокладывать нелегкую тропу к победам. Надо показывать свой характер, потому что без характера нет шансов выиграть. Есть, конечно, если у тебя очень хорошая техника, но мало шансов. На самом деле тренировки вообще даются очень легко. Тренер всегда может поддержать в любой момент. Даже на тренировках, если тебе станет плохо, он всегда поддержит в любую секунду. От каждой девушки зависит, что она хочет, что она будет делать. Открытый турнир по тэквондо и ТФ «Битва на Амуре» в Благовещенске проходит ежегодно. В этом году самому юному участнику состязаний 4 года, самому старшему – 26. Своё мастерство демонстрировали спортсмены из разных уголков Амурской области, Приморского и Хабаровского краёв. Тайквондо и ТФ – это корейское боевое искусство. В переводе «тае» – это удар в крышке ногой, «квон» – это удар рукой и «до» – путь. В переводе с корейского – путь руки и ноги. То есть у нас в тэквондо задействованы руки и ноги. Нет у нас бросковых приёмов, ударов локтями и коленями. Соответственно, простой вид спорта, очень лёгкий. Эти соревнования очень полезны для наших ребят. Они, соревнуясь у себя в области, можно сказать, они приобретают уверенность, дух спортсменов, характер бойцовский, можно сказать. И уже на выезде они не боятся, то есть смело могут выступать. Соревнования любого уровня, по любому виду спорта, они всегда ценны. Цены тем, что спорт увлекает в свои ряды нашу молодёжь. И это позволяет быть уверенным, что у нас здоровое и прекрасное будущее. Сегодняшнее соревнование – это открытый турнир города Благовеченска по тэквондо. Порядка двух сотен спортсменов собрались в этом зале сегодня. Приехали к нам гости из Хабаровского, Приморского краёв. Уверен, что все поединки пройдут на высоком уровне. Высокий уровень подготовки амурские спортсмены демонстрируют не только во время домашних соревнований. За год тэквондисты побывали на выездных состязаниях в Китае, Новосибирске, Екатеринбурге и Артёме. Завершающим в уходящем 2023-м станет открытый чемпионат и первенство по тэквондо ИТФ в Красноярском крае, на который спортсмены отправятся 14 декабря. Участники от 6 до 34 лет проявят своё мастерство в дисциплинах тылей, спаррингах, одноимённых командных дисциплинах и в поединках юных спортсменов с мягкими палочками. Галина Мартынова, Максим Яценко, программа «Город». Субтитры создавал DimaTorzok